На переднем плане сидит и срет мужик. Хочу заметить, между прочим, древолюционными петлями. Это вот старая еще конфигурация. Вот, смотрите, какая очень красивая женщина. Этот дом, на самом деле, имеет культовый статус лично у меня еще у ряда музыкантов, потому что здесь располагался клуб «Молоко». Но нет, этот еще более-менее комфортный лифт. Вот сюда вбивалось реально по полтысячи человек. Я не знаю, где здесь вмещались. В черном-причерном городе, на черной-причерной улице черный-причерный человек вышел в невероятный какой-то солнечный день, которых, в принципе, не бывало давно у нас в конце августа в Петербурге. И вот прикиньте, с Александра Невской лавры в Петербурге соединены многие важные для меня воспоминания. Так, в единственной приходской церкви, ныне монастырской лавры, находятся над главными входными вратами, были обвенчаны мои родители. Это вот та самая церковь, которая там у нас находится. Это единственная раньше действительно приходская церковь была. Сама я родилась 30 августа, а у нас сейчас, по-моему, 27 августа. Сама я родилась 30 августа, день чествования святого Александра Невского в доме, принадлежащем лавре. И давал мне молитву, и меня крестил лаврский приходской священник. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Ну, тут она пишется, что еще на Тихвинском Александра Невском лавре, кладбище похоронен ее муж, мы говорим про Анну Григорьевну Смиткину, вторую жену Федора Михайловича Достоевского, которая родилась на самом деле вот в этом доме. Но мы его покажем еще с другого ракурса, чтобы он был более понятен вам. И она пишет, что этот дом находился на углу, собственно, «Мои родители жили в доме, принадлежащем по ныне лавре. Во втором этаже квартира была громадная, комната 11, и окна выходили на нынешний Сельбургский проспект и частью на площадь перед лаврой». «Шлиссельбургский проспект, она имеет в виду...» Это не тот Шлиссельбургский проспект, который существует сейчас, буквально кусок вдоль Невы. Нет, она имеет в виду вот этот вот проспект, который раньше Шлиссельбургским назывался. И доходил до сюда, где действительно была площадь. Я вам покажу сейчас фотографию, как вообще эта территория выглядела изначально. Мы вообще гуляли по этому маршруту с Лисовым, но там дело в том, что поскольку шли в основном разговоры про 90-е и прочее, я не так смог подробно рассказать про всякие краеведческие моменты. Поэтому сегодня я буду говорить про то, что, собственно, я и обязан говорить. А это гостиница «Москва». И вот я вам подставлю, как она выглядела раньше. Это был такой шикарнейший советский модернизм. Я тут как-то водил экскурсию и сказал, что вот, блин, переделали в стекляшку. Но вот один из моих экскурсантов сказал, что там, конечно, внутри инфраструктура была абсолютно ужаснейшая. Поэтому она была вынуждена быть переделанной. И я вам хочу показать одну фоточку, которая меня прямо потрясла. Это 70-е годы советского... советского века. 70-го века. Вот если сюда посмотреть, две таких милых девушки, женщины, бабушки стоят. Были такие, знаете, героини, как это Патрикеевна. В Советском Союзе еще кто-то. Они очень сильно напоминают. Площадь Александра Невского понятно, почему названа. Потому что вообще в Лавре у меня есть отдельная экскурсия. Мы туда ходим. Но ходим в те времена, когда уже туристический поток спадает. И вечером. Поскольку вопрос о том, можно ли водить там экскурсию, он, знаете, должен быть обсуждаем, по идее, состоятелем. Нужно получить его благословение. А мы его со своими иногда лицами туда заходим. Но там огромное количество котиков и всего остального, о чем мы сейчас не будем говорить. Потому что сегодня у нас вообще разговор про двух, в основном, ядреев. Одного звали Александр Лешнецкий, второго звали Моисей, а более он известный как Марк Шагал. Почему? Потому что один здесь жил, второй здесь строил. И, собственно, я сейчас поясню этот момент. Значит, это у нас конец Невского проспекта, который в народе называется Староневским проспектом. А вот именно в этом доме родилась у нас Анна Григорьевна Сниткина. И если мы посмотрим на фотографию, которая показывает этот дом, правда, снятого с того угла, то мы видим, что вот здесь есть надпись «Пивная». То есть, когда... Это не единственные дома, принадлежавшие Александра Невской лавре. Напротив дом точно так же ее принадлежал. И дальше еще целый ряд домов. Это были доходные дома, которые сдавались для того, чтобы извлекать деньги. И эти деньги шли на содержание лавры, потому что это, ну, отдельный такой микрогород. Я хочу напомнить историю, почему этот проспект назывался Староневским. Дело в том, что Невский проспект или Невскую перспективу, как она изначально называлась, стали прокладывать с двух сторон. Вот Адмиралтейство и вот отсюда, да, монахи. Они проторивали эту дорогу. И они даже были встретиться в районе Старой Новгородской дороги. Это нынешний Лиговский проспект. И не встретились. То есть, они так немножечко разошлись. Там вот излом есть у нас такой, где, соответственно, площадь Восстания и Первая Советская улица. И поэтому проложили дублер. То, что ныне является тележной улицей и гончарной улицей, ее стали называть Новоневским. Но она на самом деле, эта улица, она не новая. Она не так сказал. Она да вот как. А эту стали называть Староневским. Часть, которая от Александра Невского до площади Восстания. Но эта часть, она не старее той части первой. Да, они одновременно появились на белый свет. Люди тут упорно пытаются проникнуть внутрь. Но мы хотим вам показать, но, наверное, не покажем. Там вот вообще внутри совершенно потрясающая мозаика. Я подставлю фотографию. Я думаю, так будет проще. Так себе. Да. Показывающая ледовое побоище. Это очень такой дебатируемый момент в нашей истории. Поскольку, если посмотреть на количество того, кто там вообще погиб, то есть слово побоище у нас выражается, знаете, такие две огроменные армии. Встретились и замкнулись. А по факту было не так. И вообще Александра Невского здесь была организованная. Вот напоминаю, кстати, что видите, здесь еще остались. Вот там вот новые металлопластиковые лифтовые шахты. А это еще старые металлопластиковые. Не, уже не еще не успешно. Жара как-то у меня действует, божечки. С деревянными штабиками. С деревянными штабиками. С деревянными. А там металлопластик. А здесь дерево. Да, а это, в общем, мозги плавятся, извините за такой рваный ряд. Но сейчас мы выправимся. Да, и поэтому было известно, что вот эта самая Невская битва, она произошла, ну, грубо говоря, на углу Невы и еще какого-то притока, какой-то речки. Ну, и Петр Первый, которому надо было, конечно, как-то концептуально обосновать то, почему он здесь именно организовал новый город, куда всех заставлял приселиться. Он сказал, а вот на углу Смоленки, собственно, оно и произошло. Неизвестно до сих пор, то ли он подсоврал, то ли там реально так в то время думали, но, тем не менее, перенесли мощи Александра Невского из Владимира. И это явилось некой уже концептуальной подложкой для того, чтобы вполне официально перенести сюда даже столицу Санкт-Петербурга. Мы сегодня будем говорить про архитектора Лешневского, про которого я уже вам рассказывал в предыдущих выпусках, и не только. Показывал дома. Это и дом городских учреждений, это и дом купцов-морголиных, это и доходный дом с котиками на углу Малого проспекта, и улицы Ленина, бывшей широкой улицы. Уникальность его биографии заключается в том, что он вообще изначально иудейского версповедания, он родился в городе Херсоне и учился в Одессе. А потом он поехал в Петербург, поступил в Академию художеств, и здесь он крестился. Я хочу напомнить, что во времена Российской империи была черта оседлости, и вообще был такой ценз, позволяющий лицам иудейского версповедования исключительно в очень малом проценте, полтора процента, как правило, это было плюс-минус, участвовать во всем. Получать высшее образование, занимать государственные посты и так далее, государственные должности, точнее. Что, как вы понимаете, ну, евреев не устраивало. Но, крестившись, не обязательно, кстати, православную веру, можно было креститься в протестантизм, чем тоже многие пользовались, ты автоматически становился русским, потому что до революции национальность, она была не по твоему национальному признаку, а по твоему вероисповедальческому признаку. Собственно, вот что Лешневский и сделал. Вот здесь у нас есть ряд домов, которые мы с вами еще увидим. Значит, это у нас здание бывших из истории. Там у нас, вот если мы посмотрим на фотографию старую, мы видим, что перед этим утопленным в глубину здания стоит часовня. Это Исидоровское женское ипархиальное училище. И, соответственно, следующий корпус тоже ему принадлежал. То есть, вообще, вот эта вся территория, которая вот здесь, начиная, вот эти два дома, это доходные дома Александра Невской лавры. Архитектор Карпов их построил. То есть, это все такое, знаете, церковный характер носит. Консистория, вот конкретно здесь, на Невском 178, это было знаковое такое место для понятия вообще, как работала машина по узаконению и расторжению браков. То есть, если сейчас вы решили пожениться, вы что сделали? Вы пошли, собственно, оформили брак в ЗАГСе, а можете вообще даже и не оформлять, в принципе, жить гражданским браком. Это вполне себе не то чтобы приветствуется, но особо уже никто и против этого не уступает. Раньше вы обязательно венчались в церкви, и в церкви же хранились все метрики, то есть, по рождению, свадьба, смерть и так далее. А вот что делать, если вы, ну, бывает такое, да, вот вы сошлись и как-то у вас проблемки, да, решили разойтись. Вот для этого вам нужно было, соответственно, подать соответствующие документы в консисторию. Но проблема в том заключалась, что развод вы могли получить только в исключительных случаях, самым распространенным из которых был акт прелюбодеяния. В этом случае нужно было обязательно доказать, вот смотрите, какой здесь у нас сохранился прекрасный гаражик с такими еще, хочу заметить, между прочим, древолюционными петлями. Это вот старая еще конфигурация, и вот так, видите, идет у нас. Ну, это древолюционный какой-то сарайчик. Сейчас мы проверим. Один-два раз, да, все идет, все движется. Акт прелюбодеяния должны были обязательно подтвердить как минимум два свидетеля. Было целое направление деятельности, вот эти свидетели по бракоразводным процессам. Их, естественно, нанимали для того, чтобы они выступали и говорили, да, мы там были, мы видели, свечку держали, вот так оно было. И есть еще один нюанс. Дело в том, что после того, как развод был получен, тот член, бывший на этот раз семьи, который признавался виновным, он больше не имел права вступать в брак. Ну, или жениться в данном случае. Видите, здесь какой уютный, прекрасный садик. Не все у нас в питерских дворах, асфальт и моча кошачья, и не только. Наконец-то вот этот, кстати, корпус стали ремонтировать. Он был буквально недавно еще желтенький. Вот видите, там понтон, цветовая гамма, в которую должны красить эти стены. Это специально делается, когда ремонтируют окна. Я встречал, вы прикиньте, я встречал версии, что это тоже какие-то тайные знаки, намеки и прочее. Нет, это все, это серьезно, нет, это все очень просто. Очередная запасная вентиляционная шахта от бомбоубежища. Поэтому, поскольку нужно было признать кому-то себя виновным, считалось хорошим тоном, чтобы это делал мужчина. То есть делать женщину виноватой в удилитерии, это, ну, как бы совсем за предел. Если вы прочитаете роман некоего Льва Толстого, такая у него была лещица, может быть, слышали, Анна Каринина называлась. То есть, да, там вот как раз Каринину и рекомендуют нанять свидетелей. Ну, и вообще очень подробно описана эта процедура, что ему нужно было делать для того, чтобы, соответственно, получить развод со своей супругой. И, ну, был такой не очень, конечно, смешной, довольно комдовый анекдот, но, тем не менее, попал черт, думал, в ад, а оказалось, консистория оказался. То есть, понятное дело, что это был орган, ну, он занимался не только этим, надо отдать должное, да, то есть он вел еще массу всяких разных других дел, но в основном известен он был, конечно, подобными вещами, когда, вот мы опять к ней вышли, вот там вот она располагалась, там, где сейчас у нас Банк, Санкт-Петербург. То есть, ну, с точки зрения современной, это же, ну, бред себе кобылы, да, ну, 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 не срослось, ну, бывает, да, казалось бы, но нет. То есть, общество было таким образом организовано, что вот потребовалась революция 17-го года, неоднократная, да, февральская, октябрьская, потребовалась так называемая теория стакана воды, которая почему-то, ну, известна по Калантай, по фамилии, на самом деле, там еще активное участие в этом принимала жена Григория Зиновьева, мэра тогдашнего Петербурга, но поскольку он был репрессирован, она тоже была репрессирована, ее фамилия была изъята из историографии. Вот они как раз выступали за освобождение женщин, прежде всего, от этого точно так же семейного гнета, когда они могли быть более самостоятельными и когда, в принципе, советские семьи могли сформироваться просто приходом в ЖЭК и заявлением, что вот мы, типа, живем теперь вместе, мы муж и жена. И на этом все. И как бы этого было достаточно абсолютно. Да, а мы, значит, возвращаемся к нашему чудесному герою фамилии Лишневский. Значит, он окончил Академию художеств здесь у нас и получил работу в городе, который сейчас называется Кропивницкий на Украине. Не Кра, а Кро, да, вот в честь какого-то там их местного драматурга. До этого он назывался Кировоград, до этого он назывался Киров, до этого он назывался Зиновьевск, а до этого он назывался Елизаветоград. Причем, обратите внимание, как замечательно получилось, что этот город именовался в честь двух, ну, по факту, советских мэров, да, Григория Зиновьева и Сергея Мировича Кирова. Ну, просто Зиновьева, понятное дело, да, расстреляли не Камильфо, а вот Кирова и убили. Ну, Камильфо, он был таким героем, возвеличенным и в топонимике, и в монументальном искусстве. Вот дом, прекраснейший во всех отношениях, построенный архитектором Александровичем Лишневским, одно из его программных произведений. Дело в том, что я уже показывал и дом, значит, те дома, которые он строил в стиле модерн, да, совершенно фантастические, мы сейчас об этом еще поговорим, и здание, которое стояло раньше на месте, стоит на месте бывшей Вознесенской церкви, напротив последней квартиры народной воли, абсолютно классицистическое. И вот, вуаля, вот такое уже почти ар-декошное у нас здание, тут есть у нас такие вот орнаменты характерные, да, серпы, подсолнухи и так далее. Вот там наверху циркули с игольниками. Я тут уже ни одной коллеге объяснял, что это к масонству не имеет абсолютно никакого отношения, поскольку, ну, это просто архитектурные символы, в данном случае, обозначающие светлое движение навстречу правильным профессиям. Лишневский в этом самом Елизаветграде, он выпускник Академии художеств, причем он получил сами высшие оценки, когда учился, и он там вступил в конфликт с местными подрядчиками, потому что местные подрядчики, когда строили доходные дома, не пользуясь тем, что заказчики, владельцы, домовладельцы не обладали информацией о том, какие материалы лучше, сколько они стоят, как их лучше компоновать, каким, соответственно, строителям обращаться, они этим пользовались и завышали цены. Вот Лишневский эту практику попытался прекратить, вступил в конфликт, были слушания в городской думе, где домовладельцы выступили как раз с его защитой, что, мол, знаете, у нас не такой богатый город, чтобы разбрасываться выпускниками Петербургской Академии художеств, а этот человек стоит еще и блюдет наши интересы. Это еще одна у нас шахта, бомбубежище. Но этого не спасло, там масло в огонь подлила еще история с тем, что хотели поставить здание гимназии женской или школы для девочек, я не помню, по-моему, школы для девочек. И он выбрал такое замечательное место, там в центре площади, вокруг было пространство, все хорошо, а гласной городской думы сказали, нет, вот, пожалуйста, на бывшем плацу, рядом, блин, с конюшнями и казармами солдатскими, и он объяснял им, ну, это же девочки, да, представляете, что они там будут слушать своими ушками. Вот, в общем, короче, он уволился и приехал опять в Петербург. Сейчас мы прервемся, потому что вот здесь, на территории вот этого внутреннего двора, ну, не то, что на территории этого внутреннего двора, а вообще вот здесь вот раньше, была у нас мастерская, где скульптор Паула Трубецкой работал над созданием памятника Александру Третьему, который был потом поставлен у нас на нынешней площади Восстания. Тогда она называла Знаменское, названное в честь, ну, не в честь, а по церкви знамени, стоявшей на месте нынешней станции метро Площадь Восстания. Да, и вот это знаменитый памятник. Ну, я сейчас подставлю вам несколько фотографий, как Знаменская площадь выглядела раньше с этим памятником. И потом вы увидите заметку из газеты, которая показывает конкретно, вот здесь вот стоял, ну, как бы, такой скульптурный павильон, да, короче, большой-большой сарай, где он этим, собственно, занимался. Этим и обуславливается то, что данный дом, который был построен уже после революции Лешнецким, был построен фактически на пустом участке. Про этот памятник, только ленивый уже не знает, про на площади комод, на комоде бегемот, на бегемоте Бармот, на Бармоте шапка, отгадай, чей он папка. Это была такая злостная сатира на Николая Второго, да, чей он папка. Мы туда не будем ходить, я просто хочу вам специально показать вот эту самую тележную улицу, которая должна была спрямить, то есть это дублер Невского проспекта, вот там дальше в створ идет у нас Гончарная улица, вот это многострадальное здание, которое долгое время ремонтирует, вообще вот эти вот бетонные ограждения здесь стоят уже не первый год. А вот там дальше, но это часть нашего отдельного маршрута будет, там, на тележной 5, там была квартира партии народной воли, конспиративная, в которой жили Гесси Гельфман и Саблин, и именно туда, соответственно, с Вознесенского принесли сначала две, потом еще две бомбы, и потом эти бомбы забрали на четыре бомбометальщика, то есть вот оттуда они пошли уже на, сначала на Малосадово, потом на Екатеринский канал. Но это тема отдельного нашего маршрута, там, по проходным дворам Старо-Невского, с той стороны, от площади Александра Невского, потому что там рядом, от площади Восстания, потому что там рядом с площади Восстания, на Невском 122-124, в доме там тоже была квартира, которая сначала была один моментная мастерская, где Гебальчич сделал бомбу, потом там жили, соответственно, Николай Морозов и женой Любатович, и там тоже масса интересных было историй с этим связано. Вот, Лишневский, очередные, видите, у нас прекрасные закоточки счастья, не перестают удивляться мои гости, которые приезжают в наш Петербург, из других городов, вот этому всему. И вот буквально недавно мы очередной раз поставили эксперимент, я спрашивал, если бы у вас была возможность жить здесь, но вот в комнате или в квартире с таким видом. Ну вот вы очень хотите в Петербург, и вот-вот прямо квартира идеально подходит по цене, но вот согласитесь вы или как? Некоторые соглашались, некоторые говорили, что нет, вообще ни в какую, никогда в жизни. Лишневский начинает принимать участие в конкурсах. Дело в том, что за конкурс можно было получить, за победу в конкурсе, там, как правило, первая, вторая, третья премия, там, ну, полторы-две тысячи рублей. Чтобы вы понимали, когда он работал на Юге, у него годовая зарплата была 1200, плюс еще 200 рублей на всевозможные разъездные расходы. Поэтому это, конечно, была выгодная история, и он вот принимает участие на конкурс здания городских учреждений на углу, соответственно, Взнесенского и Садовой. Он проигрывает, он занимает второе место, но городская дума выбирает в итоге его проект для того, чтобы осуществить, и это, конечно, большущая удача для человека, который вот только, ну, в Петербурге толком еще ничего не построил. у него были какие-то, ну, он участвовал в постройках своего учителя Гершовича, он учился у него, ну, и там в этом Кропивницком, тогда, Ильсаветграде тоже там синагога, при том, что это была не его постройка, он перестраивал их как-то еще там несколько зданий таких не очень выдающихся. а здесь вот сразу ба-бах, да, и я, соответственно, этот дом с его совершенно инфернальными мотивами, там вот эти, значит, летучие мыши и все такое прочее. Вот мы опять обходим, то есть мы были во дворе этого дома, и мы еще на него посмотрим с той стороны, вот, иди сюда. Вот здесь вот, видите, эти тоже более хорошо видны чудесные мотивы, и вот там тоже вот это вот, это окно Люкарно называется, причем напротив, создание абсолютно в таком не русском стиле, это все вот попытка в эпоху Александра III, значит, найти наш собственный путь в архитектуре, и какое-то время, примерно там где-то 10-15 лет, причем параллельно фактически с модерном, вот, строили иногда такие дома. Вот, он строит это здание с такой акцентированной угловой башней, потом у него было еще, ну, примерно такой дубль-2, значит, такое же здание с акцентированной угловой башней на пяти углах. Это у нас такое, значит, некий топоним петербургский, который на самом деле, ну, для Франции совершенно не новость. Кстати, если мы посмотрим на самом деле вот на эти дома во время войны, мы увидим фотографии, как сюда попала бомба, разбирают, соответственно, за завалом. Это вот в начале войны. В самом начале войны, да. Ну, мощнейшие были, конечно, и авианалеты, и артобстрелы. А если вот мы посмотрим в эту сторону до революции, то мы увидим, как эта панорама выглядела раньше, такой столбик прекрасно стоит. И еще, конечно же, вызывает интерес фотография. Ну, это, конечно, надо было с той стороны показать. Ну, допустим, она снята отсюда. Какая вам разница? Идет паровичок. Паровичок – это такой еще прототип трамвая, потому что ходили они, эти паровички, от тогда Знаменской улицы туда за Обуховскую оборону. В общем, по берегу. Вот в таком паровичке как раз и познакомилась Надежда Константиновна Крупская и Владимир Евгеньевич Ленин. Да. Вот давайте обернемся и покажем этот чудесный дом отсюда. Он такой, немножко курдонерный, да, с отступом от красной линии. Еще вот эти замечательные птицы. Ну, я об этом все скажу, конечно. Для советской эпохи это застрелиться и не встать проект. Значит, я уж извините, специально решил выстроить сегодня рассказ про это, потому что не успеваешь про замечательного архитектора рассказать в рамках одной проходки. Приходится рассказывать в рамках нескольких. Ну, и, конечно же, был у него совершенно потрясающий вот этот вот дом с котиками. Причем его там обвинили в том, что он он был уже в составе жюри. Его обвинили в том, что он проект, собственно, себе забрал. Договорился с подрядчиком. Был скандал на этой почве, но, собственно, удалось замять. При том, что Лешнецкий, как и вот в свое время Гершовичеву, учитель, он подгонял своим ученикам работу. Он точно так же начинал продвигать тогда уже подгонять работу одному из своего учеников по фамилии Светлицкий. Вот здесь интересная история. Видите, явно кто-то когда-то пристроил явно незаконно что-то вот оно здесь было, было, было и сплыло. Видите, след остался. Совершенно не характерный для нынешней эпохи слоган, но очень характерный в рамках нашего рассказа о Марке Шагале «Я люблю людей». Представляете? Очень странно, да? Вместо того, что «Хочешь, я убью соседей, что мешают спать», «Я люблю людей». Я тоже люблю людей. Ну, просто если ты не будешь любить людей, ты не сможешь заниматься, например, тем, чем ты занимаешься. Особенно после ряда интересных вопросов, которые тебе задают, как, например, «А зачем наушники на экскурсию?» Хотя уже все 284 раза написано, объяснено и так далее. Или «Я купил билеты, а где мы встречаемся?» Хотя, когда ты покупаешь билет, там, собственно, написано, где мы встречаемся. Поэтому людей надо любить. Чем я, собственно, и занимаюсь. Хотя никаких иллюзий ни по поводу людей, ни по поводу себя любимого тоже не питаю. Мы все, конечно, не идеальны. И есть, я думаю, каждому в чем-то претензию выстроить. В общем, Лешневский один из самых выдающихся архитекторов эпохи, самых плодовитых. Он еще и преподает, воспитывает паству свою профессиональную. И тут 17-й год, все понятно, все пошло по женскому половому органу, все стройки сворачиваются и восторжествовал конструктивизм. Лешневский, в отличие от многих других, не уезжает. Он, кстати, как и Марк Шагал, очень приветствовал эмансипацию еврейского населения Советской России. Это было величайшим достижением Советской России, то, что они освободили наконец евреев от этой позорнейшей черты оседлости, от этого ценза, что, кстати, сразу же сказалось на притоке его и в творческие профессии, и в науку, и, значит, понятное дело, то же самое Зиновьев в государственные управленческие структуры. И, к сожалению, забегая потом вперед, после войны у нас началась борьба с космополитизмом, когда советская власть наступила на те же самые грабли, на которые наступала Российская империя. Но это как бы мы так живем. Сейчас мы на те же самые грабли наступаем опять, только уже в другом ключе, на который наступала и Российская империя, и Советский Союз. Ну, просто история циклична, поэтому что ж, поделать. Тут у нас, видите, поскольку есть такая площадочка с всякими, как это называется, кроссфитами, да, и прочим. А, мы здесь, кстати, как-то были, и тут играли в эту. Я не помню, как она называлась, я это видел только в Скандинавии. Значит, не в отеле, а в Дании и в Норвегии, да. То есть, бегают с такими, значит, штуками и мячик, и вот они вот так, бум, очень популярная игра, особенно на севере Европы. Ну, напишите, как она называется, да. Вот, и они здесь соревновались. Вот, смотрите, какая очень красивая женщина. Я тебя слепила из того, что было. А рядом еще более красивый мужчина. И вот, я попробую выступить в качестве искусствоведа. Они вот такие красивые, они смотрят на то, к чему нужно стремиться. Видите, такой пресс, трицепс, бицепс. Все накачано, я думаю, включая мозги. Вот. Ну, вообще, я-то лично за, как бы, гармоничное развитие личности, чтобы вы развивали не только мозги, но и тело свое. Поскольку, иначе, труба. Да, вот здесь вот мне еще очень нравится. У нас была в одной из проходок, а нет, я это еще не снимал. Я подставлю фотографию, это на советских улицах, я это, да, экскурсию не снимал. Там киска, а здесь собачка. Видите? Да, такая притаилась, прилепилась. Здесь, конечно, можно еще и выйти, на самом деле, но зачем мы можем и внутри пройти. Вот такие миленькие дворы. Пойдемте. Вкусно пахнет хлебушком. Лишневский начинает работать и получается так, что, ну, вы знаете, что в 20-е годы торжествовал конструктивизм, а потом, когда Сталин начал все прибирать к рукам, он дал негласный, соответственно, сначала негласный, а потом вполне себе официальный указ, что надо с конструктивизмом кончать. Видите, тоже раньше здесь ворота были у нас. И нужно было победить, как это говорилось, конструктивистскую коробку. То есть вот эта конструктивистская коробка, она была не шибко приветствовалась. И вот Лишневский как раз он был мастером того, как это можно было сделать. Вот вы видели, да, вот этот дом на Сталинском проспекте, он как раз эталон. То есть он за счет каких-то таких деталей, за счет орнаментов, он придавал зданиям, ну, вид человечный. И он начал воспитывать, опять-таки, новую плеяду архитекторов. Почему он казался востребованным? Потому что молодые, молодое поколение зодчих, они еще не имели опыта. Они не знали никак работать с материалами, никак функционировать, взаимодействовать с рабочими и так далее. Поэтому Лишневский пришелся очень в тему и он строил школы, на благодатной он даже школу построил, получил приз за нее, там премию серьезную. Здесь у нас, видите, еще одно бомбоубежище. Летом оно, кстати, очень мило выглядело в таком плюще, но уже с такой мощной вентиляционной системой. Все у него было хорошо. Он входил в топ-5 архитекторов, которые фактически монополизовали массовое строительство в Петербурге. Понятно, что он участвовал, когда были какие-то проекты, то он разрабатывал их не один, он разрабатывал их в команде. Вот здесь на самом деле очень часто можно встретить людей, которые обсуждают Ницше, Канта и сопровождают это распитием философских напитков. Да, вот мы очень часто это видели. Вот, мне кажется, одна из самых таких, видите, счастливых пробоин, одна из самых счастливых окон, в нашем городе, очень красиво оформленная. Вот, кстати, к вопросу о напитках, Канте, Ницше и всех остальных замечательных ребятах. бомбоубежища здесь, вот, одна из вентиляционных шахт, очень интересно расписано, причем фактически закамуфлировано под этот зеленый фон. посмотрите, какая лепота. Вообще, надо, я сейчас автопчик сделаю, надо сказать, что вот этот район никогда не нравился, особенно раньше, вот, Стараневский, он мне как-то ассоциировался, ну, совсем с каким-то, значит, я не знаю, как это описать, ну, не нравился и все, а сейчас он тоже преобразился, он не такой все-таки, наверное, шумный, как основная часть Невского проспекта, но сейчас вот эта вот такая, знаете, небольшая, как бы сказать, провинциальность, что ли, этой части конкретно города, она начинает меняться, поскольку тут все застраивается, в основном, конечно, элитным жильем, ну, и машин, понятное дело, стало 20-36 тысяч миллионов раз больше, чем раньше, вот, мы вышли к очень интересной истории, связанной с этим зданием, обратите внимание, как, значит, здесь понаверчено французского с Лежугоровского, это ныне бизнес-центр, банк, я даже не знаю, что там, конечно, мы чуть ниже подойдем, да я сейчас буду фотографии подставлять, но вы можете угадать, что вообще изначально по проекту архитектора нашего замечательного ленинградского Бурышкина, изначально петербургского, потом ленинградского, это здание ограничивалось вот этим вот корпусом, и мы сейчас не побежим на этот светофор, здесь пристанем, это здание под названием Правдист, газета Правда, в которой, как вы знаете, была только одна правда, да, вообще, я вот понимаю, что правда, ну, я уже говорил об этом в выпуске про Бодрова из Северной Осетии, и потом еще отдельно этого касался, правда, конечно, в чистом виде никому нахрен никогда не нужна. Но, на что я хочу обратить ваше внимание, значит, вот там наверху, ну, там, во-первых, написано Правда, и там у нас барельеф с Владимиром Ленина. Значит, сейчас я вам подставлю фотографию этого же здания, как оно выглядело изначально. И, обратите внимание, я сначала подставлю это здание, а потом подставлю этот барельеф. Там, оказывается, помимо Владимира Ленина, присутствует еще Иосиф Виссарионович Сталин, к вопросу о правде, да. Затем мы смотрим уже на фотографию советской эпохи, но, опять-таки, понятное дело, без этой дурацкой нахлобучки стеклянной. Пойдем, перейдем. Уже Иосифа Виссарионовича Сталина нет, ну, а затем вот оно пришло вот в такой, значит, вид, причем здесь, видите, опять-таки, поскольку это, ну, Бурушкин подтырил вот идею этих колонн у наших замечательных архитекторов имена, автора так называемой «Красной Дорики». Можете посмотреть один из моих выпусков в городе Иваново. Я как раз об этом подробно рассказывал. Он вот шикарно переработал идею классики в идею такой пролетарской «Красной Дорики», как ее называли. Дорика от слова «дорический ортер». И плюс там вот еще в Пендюрин фриз, а Ленин, конечно, там, знаете, он такой, он очень серьезный такой. Вот. Но я к тому опять, как прыгают, как скачут у нас идеологии. Вот Сталин был, Сталина нет. При нем была одна, соответственно, правда, после Сталина стала еще одна правда, и вот в таких вот правдах советский, соответственно, гражданин существовал. А вот здесь у нас с этой стороны еще один дом по проекту Лешневского, но этот дом, он считал, что проект его фактически загубили. Он вообще очень сильно ругался по этому поводу. Вообще не хотел брать никакого авторства. Вот покажи его еще раз. Это Исполкомская улица, ныне она называется Исполкомская улица. Она названа потому, что там в доме при консистории вот с другой стороны там был Исполком раньше. То есть Лешневский говорил, что ну извините, вы мой проект фактически убили. То есть ну сравните, то есть конфигурация очень похожа с тем домом на Стороневском, но он абсолютно по-другому выглядит. Такой более брутальный. Тут разве что руст присутствует. То есть здесь вот эту конструктивистскую коробку победить не удалось совершенно. А мы ныряем сюда. Ну и в итоге что? В итоге Лешневский строит-строит, но к сожалению случается Великая Отечественная война. Его, ну он уже такой человек в годах, но еще не старик вообще ни разу. его эвакуируют зимой по Льду Ладожского озера вместе с семьей. Он прибывает в Ярославль, но к сожалению он уже был настолько ослабленный, что вот в феврале 42-го года он в Ярославле умирает в больнице. Такая вот печальная у него участь. Там, наверное, не будет видно, там на третьем этаже все время самовар стоит. Самовар. Наверное, стоит об этом, конечно, отдельный выпуск сделать, но у меня тут был пост про то, про то, что, ну вот, про как наши слова попадают в французский язык. Там я рассказывал про погром в сериале «Французская полиция» 1910-го года. 1900-го года. Совершенно шикарный сериал. Ну и в другом «Набережная» «Февр» 36-го про то, как там пушка пошла у нас в народ во французский. Вот видите, какая ровная щель чудесная во всех отношениях. Вот видите, тоже видна внутренняя структура здания. Опять-таки, миллионный раз показываю. Торчит деревянная перегородка дранка. И мне написали, ну блин, мы же тоже обогатили, конечно же, много чем, например, балалайка, самовар. Я реально спрашиваю, а вы сами когда последнее слово «самовар» употребляли? Вы-то? В каком контексте француз должен употребить слово «самовар»? Ну, то есть, большая, великая загадка. Ну, а теперь мы приступаем к рассказу еще об одном выдающемся евреи, который писал про себя, что «Я родился в один прекрасный день, а других дней и не бывает». Вот это, понимаете, опять-таки, как это не коррелирует с тем, что мы иногда встречаем в соцсетях, когда люди откровенно набрасывают на вентилятор и вот постят какую-то информацию, априори вызывающую ненависть у сознательных это делают, у читателей и так далее. Все время смакуют какие-то факты. Шагал был совершенно не такой человек. Он родился в городе Витебске. Тогда это как раз был последний крупный город у границы черты оседлости. Пойдем там одну из моих любимых щелей покажу. 80 тысяч человек там плюс-минус проживало. По тем временам на самом деле это достаточно серьезное поселение в принципе вы сейчас приедете в Европу и вот тут знаете обалдел. Смотрю иногда обзоры французской высшей лиги футбольной и там есть команда из города Ланс. Я полез где этот город вообще находится. Блин 35 тысяч человек живет там 35 тысяч стадион. Весь стадион забит. Я не понимаю что они вместе с младенцами приходят где-то со всей округи приезжают. Да вот видите а у нас посмотришь какой-нибудь там матч типа там из Казани или Сочи ну дай бог если треть стадиона заполнена. Ну вот к вопросу. Почему у нас футбол такой. И в большой семье более того в день его рождения в городе случился пожар. Шагал еле выжил. И вот он растет в такой аутентичной еврейской обстановке. Вот здесь еще у нас антисанная решеточка появилась. Видите чудесные какие виды. Несколько отличаются от видов города Витебска на которые Марк Шагал любил смотреть с чердака собственного дома. И он растет такой впечатленный мальчик. Вообще надо сказать что в иудаизме собственно кстати как и в исламе запрещено изображать людей. Поэтому когда Шагал сказал что маме я хочу быть художником она пошла ему навстречу вопреки всему лично отвела к местному преподавателю. здесь мы сейчас с вами перейдем дорогу хочу показать вам один момент. Лично отвела к преподавателю но забегая вперед когда он приехал уже после соответственно своих парижских вояжей и попросил написать своего дядю дядя сказал хорошо ты меня рисуй но только смотри на меня в зеркало. ну понимаете вот да и Шагал он был настолько вот нищий что ну попросил денег у отца отец у него был не нищий но не зажиточный но они были сначала отец выкинул эти деньги в окно Шагал их собрал да это сначала на обучение ему нужно было у преподавателя тогда местного а когда он попросил деньги на обучение в академии художеств то ой не показали же домик этот ну и хрен с ним то он просто уронил их на пол и Шагал опять собрал я хочу показать вот эту вот парадную и очередной раз выразить респект человеку который сфотографировал ее в конце 90-х начало 2000-х годов он сфотографировал все такие подъезды вы видите что во-первых вросла она в землю то есть реально сама дверь ну и дверь на таких вот двух доводчиках деревянные еще и никакого вообще нету у нас там даже не предвидится ни кодового замка никаких железных там дверей дверь 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 деревянная дверь железная когда он приехал в Петербург этот парнишка он поселился в доме вот в этом и здесь удивительная и невероятная история что мы можем видеть мемориальную доску которая хоть каким-то образом прекрасным дизайном соответствует содержимому надписи на ней более того она читаема в этом доме с 15 по 17 год жил Марк Шагал он делил кровать с молодым рабочим рабочий был настолько тактичен что когда он приходил с работы он максимально задвигался к стенке чтобы дать Марку Шагалу максимальное пространство для расположения именно здесь он написал одну из своих картин он как-то не картину здесь родился один из его сюжетов в своих воспоминаниях писал об этом что ему во сне явился ангел синий и он эту картину соответственно своял а потом он он учился у Бакста тоже кстати евреи вот посмотрите вот это совершенно потрясающая галерея здесь переходная в этом доме ради чего мы сюда и зашли он был в Париже например да жил там в знаменитом Улье в котором как говорили либо он писал об этом что либо умирали либо становились знаменитыми он его называли значит Гомер города Витебска пьяный богом шагал и так далее потому что у него были какие-то фантастические сюжеты и краски конечно у него были совершенно нереальные и он очень любил изображать свой родной город Витебск даже потом когда оказался в эмиграции и вы знаете прекрасно эту картину про которую я вам сейчас скажу называется полет там он изображал себя с его возлюбленной ну он ее называл Беллой она на самом деле Берта так она себя русифицировала а вообще она Бася да ну вот она чтобы не быть Басей стала Бертой а шагал ее прозвал Беллой именно Белла Розенфельд она подарила ему надежду в себя веру в себя то есть она сказала что да ты художник и вы эту картину миллион раз видели но о чем вы возможно не догадывались это то что на этой картине есть зеленая коза которую ну вообще шагал очень любил изображать различных не только зеленых коз а вообще странных животных и на переднем плане сидит и срет мужик да более того я об этом сказал на своей экскурсии я сделал пост и мне один из очень таких внимательных моих зрителей прислал фотографии явно им самостоятельно сделаны потому что там читается даже структура холста что он это подметил и сфотографировал вот вуаля понимаете то есть это такая конечно ирония вполне себе добрая то есть это не какие-то скатологические там измышления Сальвадора Дали он тоже очень любил тему испражнения по большому нет и давай мы что сделаем мы перейдем улицу да и потом когда случилась революция опять-таки шагал ну молодой художник он и конечно же принял как и большинство вот этих молодых особенно еврейских художников потому что его освободили от того сего пятого десятого он поверил он поехал в Витебск и там он помимо того что занимался художественными делами кстати вот этот дом обратите внимание это такой у нас очень интересный обращик нашего модерна обращать на все внимание конечно вот эти подковообразные полукруглые окна вот этот вот эркер выпуклый с таким интересным оформлением тоже на уровне третьего этажа и вот навершие там к сожалению сейчас не видно но и слава Богу что не видно там дранка торчит его бы конечно привести в порядок но возможно его приведут когда-нибудь ну и в общем вот этот Моисей который стал Марком Шагалом он там разворачивает деятельность он организовывает там художественную школу и значит вообще всячески старается сделать из Витебска какой-то такой более прогрессивный город приезжает Малевич и начинает тянуть одеяло на себя Малевич тоже из этих вот из польских ну вообще надо сказать что до революции слово жид обозначали и поляков в том числе и причем это был официальный термин Константин Победоносов абсолютно не брезговал обер-прокурор Святейшего Синода употреблять это слово про то что это все польские жиды мутят про эти все революции Павел здравствуйте да привет привет очередной человек это работал 300 рублей поздоровавший со мной в правильное время нет это мы 400 заплатил не будем не будем прибедняться и он в итоге он уезжает обратно во Францию и там конечно разворачивается в полной мере получает паспорт перед получает паспорт перед самой соответственно войной затем его картины признают одним из представителей дегенеративного искусства часть их сжигают это конечно на Шагало производит жуткое впечатление и он уезжает в Америку вместе с группой других художников этот дом на самом деле имеет культовый статус лично у меня еще у ряда музыкантов потому что здесь располагался клуб молоко мы покажем где он располагался посмотрите какая здесь у нас есть лепнина чудесная тоже вот такие овальнообразные фактуры ну и конечно жильцы этого дома они были не очень особенно те кто жили на этажах вторых и третьих не очень были рады тому что в их доме функцилирует такой клуб поскольку вы же должны понимать что там где рок-клуб существует там совершенно невозможно жить вы застали клуб молоко который располагался на первом этаже да вот как вам как человеку который жил в доме с этим было жить не очень вам мешал он у меня просто окна в эту сторону выходят и поэтому не так было страшно у кого на ту сторону я думаю что тяжело народу было много а так а сами вы туда не ходили я ходила до того а ну понятно то есть когда там театр был ага понятно хорошо спасибо вот это кстати покажи та самая старая лифтовая шахта видите старый штаб и здесь на самом деле двери еще более-менее щадящие они раздвигаются потому что они вот без этих створок потому что раньше конечно же да ну такой себе ну нет этот еще более-менее это более-менее комфортный лифт поскольку извините за разверстку сейчас опять будете писать поставьте 25-50 кадров нету конкретно в этой модели гоупро такой опции это ничего вы переживете вот видите как раньше вот там вот была у нас шла чудесная лепнина которую со временем просто нахрен замазали розетки такие дивные ну и вот по этому по этому количеству звонков вы догадываетесь что здесь коммуналка да то есть здесь вот люди выкупили квартиру а здесь коммуналка вот конечно когда ты смотришь на такое у тебя сердце кровью обливается да и Шагал который всегда говорил что я верю только в любовь потому что любовь она она не продуцирует ненависть она продуцирует поэтическое настроение выдающейся его работой стала роспись плафона в Гранд Опера я к сожалению так и не удосужился я много раз был в Париже и экскурсии водил вокруг Гранд Опера да но туда попасть вот так мне не было времени честно говоря и желания а теперь вот жалею об этом вот видите опять вот эта лепнина 28 раз замазанная белой краской это вот поскольку коммуналочка да то здесь у нас да это старый для писем там на самом можно прочитать должно быть написано для писем для писем и газет не для закладок и вот он живет прославленный человек на которого когда-то пограничник посмотрев когда он пересекал границу он спросил а у вас нет вшей вот так вот он прекрасно выглядел сделавший себя в советском союзе был абсолютно не нужен то есть его первая выставка случилась в 1973 году и несмотря на это в его родном городе Витебске про никакого Шагала слышать не хотели но он еще до кучи еврей на кое влядь это нужно и и имя это ну вот только в 90-х годах начало активно тиражироваться в нашей стране и в той же самой Белоруссии то есть теперь-то понятно что там целый культ потому что Шагал чтобы понимали это третий по вообще продаваемости художник после Пикассо и Матисса ну и с точки зрения его цен да за историю 20-го века поэтому спасибо большое ему за такие чудесные картины у меня была проходка про Питер 90-х по Нескому проспекту я как раз там был вот в такой подставлю интерпретации картины Марка Шагала одной из ну вот здесь было молоко мы сюда заходили с Нисовым видели соответственно давай заглянем буквально надолго видели здесь узбекскую кухню а теперь тут ресторан очередной то есть очередной видоизменения здравствуйте мы заглянем к вам буквально на секундочку мы это ностальгируем по клубу молоко который здесь когда-то был а после него здесь была узбечка а теперь здесь вот здесь приятно вот там вот видите сцена для лабухов теперь где там вот сюда вбивалось реально по полтысячи человек я не знаю где здесь умещались да люди но когда я тут играл такило джаз тут был просто трюнгец да а вот здесь был пульт вот за этой соответственно ну и основной зал был вот здесь ну сцена была повыше приятного аппетита да интересно что здесь будет после вашего ресторана пойдемте да ну а вот тут соответственно был бар там был туалет ну собственно сейчас вот там да ну и соответственно здесь все сидела администрация клуба подставлю вам сейчас несколько фотографий если найду конечно ну как бы себя любимого там выступающего и вот здесь была фотка здесь или вот там я не помню сделана фотка еще с Джекой и с Сениковым Джек сейчас живет в Штатах а Сеникова вы могли видеть в нашей проходке про от Грибоча до горы где он рассказывает как он собственно в этой самой горе работал ну а вот этот вот дом вообще по проекту Шмидта построенный да вот эта угловая башня она очень хорошо просматривается я вам сейчас подставлю фотографии сделанные с той стороны на первом соответственно у нас в плане стоит блеститель порядка ну сейчас мы покажем последний у нас закуток ну такой основательный я всегда говорю что вот эти закутки счастья они как правило там на одну на одну две оси оконных а вот сейчас я вам покажу прям такой эгегей ну и вот давайте мы теперь устроим опрос в комментариях напишите пожалуйста вы приезжаете вы не из Петербурга но вы вот всю жизнь мечтаете жить в Петербурге вот вы приезжаете и у вас очень строго ограниченное количество денег и вдруг вы находите вариант по деньгам подходящий но окна смотрят вот сюда то есть вы живете например вот здесь да ну или ладно хрен с ним не здесь но на втором этаже и вот как вы согласитесь жить в таких условиях особенно знаете когда ноябрь и с неба капает всякое видите коробка с надписью благо да вот здесь самое настоящее петербургское благо даже и стены растет всюду жизнь всюду благо да то есть напишите мне пожалуйста друзья мои прежде чем показать вам очередную нашу видеопроходку как это выглядит в живаго под музыкальный трючок хочу сказать что я конечно мастер изобретать новые глаголы например вместо монополизировать я могу что-то другое изобразить своим голосом но вы можете об этом написать поправить меня я абсолютно не против поскольку я гений элоквенции я осваиваю новые форматы экскурсии вот у нас уже было два тура по бандитскому петербургу когда мы смотрели не просто фотографии а даже целые отрывки из сериала которые я специально для экскурсантов нарезал и показывал им места где это все было снято в Москве в этот раз я решил провести две тоже абсолютно новых экскурсий про бандитскую Москву поскольку я вдруг выяснил что долгие годы жил рядом с местом где убили Владислава Листьевой где было покушение на Бориса Абрамовича Березовского соответственно 13 числа у нас будет бандитская Москва а вторая экскурсия тоже необычная давно хотел погулять вдоль Кремля по набережной но не хотелось рассказывать тупо про Кремль типа башня такая башня сякая поэтому экскурсия будет называться Кремлевские игры и мы там поговорим о многом начиная с времен Сталина заканчивая до 90-х и еще хочу сказать что появился мерч дорогой но собственно никто и не рассчитывает что он будет расходиться как книжки или как экскурсии это в общем-то художественные фотографии распечатанные на холсте и выглядящие довольно круто особенно в большом формате если кому интересно можете заглянуть прикупить или себе или в подарок на сайте для этого есть специальный раздел Тянется дорога вдоль дороги огни тянутся дни разноцветные мои тянется река покрытая туманом тянется рука за сигаретой за стаканом тянется разлука и слово потом дети сила улука тянется с трудом тянется вагон рельсы мосты тянется солнечные это мечты тянется солнечные это мечты потяни за нитку пестрого клубка напиши открытку и кликни голубка улетит останется жизнь на волоске и к тебе потянутся думы о тоске тянется пленка солнечный удар больного ребенка тянется жар тянется трава и воск свечей тянутся слова песни мои тянутся слова песни мои тянутся пещеры тянутся и по московскому московскому ПОЛОЖИЛЯ В ГРОУ ЖИЗНИ КРОДОВЕРТЬ ТЯНЕТСЯ ОКОМА, ТЯНЕТСЯ СМЕРТЬ ТЯНЕТСЯ ОКОМА, ТЯНЕТСЯ СМЕРТЬ ТЯНЕТСЯ ОКОМА, ТЯНЕТСЯ СМЕРТЬ Ну и также хочу напомнить, что я черт знает, когда я буду выкладывать этот выпуск, но судя по всему, экскурсии еще будут идти, да, только может быть не с такой интенсивностью, да, следите за анонсами у меня на сайте и есть, напоминаю, покупают, по-прежнему покупают, потому что, ну потому что неплохо, видать, сделанное. Путеводитель с Невским, Невский, водитель с Невским, с Невским эсперцем, да, прекрасное издание про каждый дом, хорошо иллюстрированное, богато, еще более богато иллюстрированная вот эта книжка про пиар во время русско-японской войны. Если хотите посмотреть, как работает пиар, черный, белый, какой угодно в политической сфере, то вот посмотрите, потому что ничего не поменялось, кроме каналов информации. Ну и мой остросоциальный роман «Корень», где, правда, про молоко ничего не сказано, вот это сказано про там-там, поскольку она писалась про период немножечко более ранний, да, петербургский. Это все есть у меня на сайте, точно так же эти книжки можно купить у меня после экскурсии, в этом случае я их подписываю. Вот там как раз вижу, продается квартирка на предпоследнем этаже, вот хотите прикупить? Даже, возможно, это не квартирка, а комната в коммуналочке, да, с чудесным видом. Все ссылки есть вот там, вся информация в описании под этим роликом. С вами был гид Павел Перец, увидимся, пока! Субтитры сделал DimaTorzok